Собаки комнатные Неблагополучные 90-е собаки с улиц почти исчезли. Оно и понятно, себя бы прокормить. В наши дни забытая повсеместная нищета и завоевание социализма. Появилась новая аристократия и порой пёс как смартфон – признак достатка. Мы решили понять, как жители города заводят питомцев сегодня и что с этим не так. Когда человек только ещё становился человеком, собака уже служила ему преданно, искренно и верно. В советское время собаки тоже работники. Пограничники, санитары, охотники, космонавты. Некоторые породы строго берегли для сохранения именно рабочих качеств. И всё же завести собаку в городе советскому человеку было можно, но не по щелчку пальцев. Для того, чтобы у человека появилась собака, он вставал в очередь в клуб. И только через полгода, ну примерно там, через полгода, год ему продавали щенка. Прежде чем он получал этого щенка, он прослушивал курсы. Ему могли этого щенка не продать. А поэтому собак было меньше, они были у ответственных людей, которые были готовы на всё. Ко всему этому готовы, пожалуй, немногие. Советская практика длительной подготовки к приобретению питомца давно забыта. Продажа собак – это выгодный бизнес. Разведение щенков поставлено на поток, а чек готовы выписать кому угодно. В системе отношений продавец-покупатель собака дисциплины требует только от последней. Когда владелец берёт собаку, то есть нужно его правильно ориентировать, чтобы не было никаких конфликтов и с собакой, и с соседями, и с людьми, которые его окружают. Нужно правильно донести, что это всё-таки собака, это не человек. Хоть и человек очеловечивает собаку, да, мы думаем, что это член семьи, это так оно и есть. Для собаки мы – стая. Соответственно, мы должны объяснять ей правила. Объясняет правила и приучает собак к людским стаям Надежда Курганова. Она – зоопсихолог. К ней приходят либо очень сознательные владельцы, либо те, у кого появились проблемы после опрометчивой покупки. Надежда тренирует животных по программе «Управляемая городская собака». Собаку нужно обучать, чтобы она не гавкала дома, да, то есть не беспокоила других соседей, ну, соответственно, была адекватна к людям, то есть не было никакой агрессии. Это нужно прямо с щенка брать и заниматься, то есть с ним социализировать правильно. Социализировать животное при помощи профессионального зоопсихолога решают, конечно, немногие. Это требует затрат времени, сил, денег. В основном сначала очеловечив, а после разочаровавшись в собаке, люди срываются. Здравствуй, ***! С днём тебя рождения! Сегодня у тебя последний день, я думаю, в этом доме. Конечно, тут часто мы натыкаемся на то, что люди начинают, вот, я сейчас выкину, да, или там, я там сейчас усыплю, там, поеду, это будет на вашей совести и так далее. Ну, то есть начинают как-то манипулировать. Так переложить с больной головы на приюты пытаются те, кому собака надоела. Но единственный барнаульский приют ласка животных у владельцев принципиально не забирает. Иначе желающих облегчить себе жизнь будет слишком много, а здесь свободного места нет. Зашкаливает звук. Так много здесь собак. В прошлом году в ласку поступило около 1200 четвероногих. По статистике пристроить к новым хозяевам удается около 40%. Усыплять здоровых собак и кошек с декабря предыдущего года запрещено по закону. Поэтому места в приюте не освобождаются. Собаки остаются на улицах. Станислав Алферов живет рядом с улицей Фурманова. На домашнюю живность и на него самого бездомные собаки нападали неоднократно. Дворнягу по кличке Лайка успел отбить. А вот кота-индоса из драки Станислав вытащил уже поздно. Лопатку здесь пробили как-то этими клыками. Хромает он. Жителям улицы Фурманова этой зимой не давали спокойно жить они. Собаки, которые кому-то наскучили, потеряли расположение хозяев и дом. Теперь дикая стая. Сами себе хозяева и дом свой. Когда мы с оператором были здесь в феврале, то нашли в местной обители зла вот этих двух чертят. Приезжали волонтеры, которые, наверное, работают с лаской. Две девочки и парень на машине им тоже показывал, где они обитают. Но тоже вот так вот два щеночка и никого больше нет. Стая не отсиживается в логове. Она обосновалась на всей улице и считает ее своей территорией. Бездомные собаки воруют еду домашних и не любят, когда охранники дают отпор. Вот собаку порвали. Домашнюю собаку дворовую порвали, бродячей сегодня. И еще два кота. Я говорю, еду, а там выскакивает 15 собак просто. От мало до великого. Я быстрее им хлеба накидала и бежать быстрее, потому что страшно. Если она выучила, что эту еду можно выпросить, ну, выклинчить, ну, красивыми глазками, еще как-нибудь, она будет делать так. Если она выучила, что на этого человека надо погавкать, ну, вот она сама так выявила такую закономерность, то он пугается и ей кидает кусок хлеба, ну, чтобы от нее откупиться. А то она будет делать так. Здесь, на улице Фурманова, ситуация не меняется больше года. Жители собирали небольшую пачку писем-ответов от различных инстанций. Последние сделать ничего не могут и только передают обращение в приют, в котором, как мы помним, бездомных поселить негде. Вот она, главная проблема этого района Барнаула, впрочем, как и многих других. Свалки, которые не умеют вовремя убирать. Постоянное место борьбы бездомных, как животных, так и людей. И пока здесь все будет оставаться в таком виде, будут оставаться и собаки. Между тем, сообщения о стаях, которые отравляют жизнь, приходят в редакцию из разных концов города. И все чаще звучат новости страшнее. Рассказывает, в пасте отравленной собаки была рыба. По совету ветеринара, вместе с соседкой соленой водой он пытался промыть животному желудок. Семь погибли, трое потерялись. Отравленная колбаса отправлена на экспертизу. Но Софья уверена, что знает, чем убили собак. Так, 8 марта в поселке Новосиликатный живодеры отравили собаку, у которой было 10 щенков. Малышей, оставшихся без мамы, приютили неравнодушные. На фоне этих убийств и войн диких стай с местными жителями забывается главное. Причина всех проблем не собака, а человек. Чтобы приучить его к ответственности, словно к лотку, есть несколько способов. Первый, упомянутый советский. Организация клубов, прохождение обучения, получение документов и, наконец, право владеть питомцем, если, конечно, достоин. Второй путь по стопам развитых стран, налоги и штрафы. В Америке годовой взнос за лицензию на содержание собак в зависимости от штата колеблется от 2 до 70 долларов, то есть до 4,5 тысяч рублей. Но за нестерилизованную собаку почти всегда в два раза больше. В Германии все жестче. Налог на собаку в рублевом эквиваленте до 10 тысяч рублей в год. На вторую собаку в два раза больше. На собаку бойцовской породы в 4 раза больше. За выброшенного на улицу питомца штраф 25 тысяч евро. Почти миллион 800 тысяч рублей. Понять, кого штрафовать в Германии, например, легко. Чип в помощь. Обязательное чипирование животных сильно упрощает ловцам процесс выявления владельца. Благодаря микрочипам у нас есть данные, что в перечисленных выше странах уже давно стабильно высок процент стерилизованных и привитых собак. Как бездомных, так и домашних. Это позволяет снизить рождаемость внутри уличных стай и избежать переноса заболеваний. В России объемы обязательной стерилизации и вакцинации пока удручают. Желающих заниматься этим бизнесом просто нет. И господин Анатолий Тольчин должен это знать. До того, они зарегламентировали эту процедуру, связанную с рекомендацией и приказом, но, извините, те люди, которые этим занимаются, иногда крутят у виска. Вообще, эти рекомендации и приказы делали специалисты, которые знали, что такое животное, либо нет. Депутаты пока спорят. Хотя идея открыть 8 муниципальных приютов уже прозвучала. Но когда они появятся? И как будут справляться с потоком бездомных собак? Вопросы остаются открытыми. А что до контроля за разведением и покупкой? То это вообще остается на совести каждого. Пока ассортимент богатый. Собака – оружие. Игрушка. Груша для битья. Предмет декора. В рассказе Пелевина «Светочный киберпанк» герой покупает собаку для того, чтобы поиздеваться над окружающими. Когда выяснилось, какое имя Герасимов дал собаке, любители животных из его дома были просто шокированы. Дело в том, что он назвал своего бультерьера Муму. По вечерам Герасимов стал ходить на прогулки к близлежащей реке. И, бывало, подолгу простаивал на берегу, глядя в середину потока и напряженно о чем-то думая. Сегодня собака – самый доступный и дешевый друг. Андрей Дриро, Николай Шилко. Специально для телеканала «Толк». Друзья, летом.